добрый день дорогие подписчики зрители моего канала хочу сегодня рассказать об успешной реанимации вот этой орхидейки сразу скажу что это орхидейка big leap называется этот big leap cobra's kiss и вот так он выглядел во время цветения до того как попал в реанимашки я раньше очень много слышала сталкивалась с тем что на них жалуются жалуются на то что они склонны к самоуничтожение листья портятся и гниют корни вот растение буквально в считанные дни погибают пропадают меня это удивило но не остановило для того чтобы покупать big leap и вот я его купила все было хорошо а когда орхидеи отзвела она у меня осталась в старом покупном грунте при том что я вытащила оттуда торфяной стаканчик и она стояла как и многие другие купленные орхидеи в таком состоянии поливалась точно так же все происходило как с другими но все хорошо себя чувствовали и только орхидея начала пропадать еще хочу сказать что орхидея была на лицо перепормлена у нее были полопанные листья вот так вот вдоль если если листья полопаны вдоль часто это свидетельство именно перепорма растения и вот однажды я заметила что на моем цветке на очень толстой большой шейке какое-то серенькое пятнышко я думала что это след от руки когда я подкладывала древесный уголь то есть я немножко заменяла там грунт чтобы он был получше покачественней клала и задела но что-то меня насторожило взяла я ватную палочку взяла хлоргексидин потерлой к моему большому неприятному удивлению это часть часть полика снялась буквально на эту палочку это оказалось гниль я обработала этой палочкой хлоргексидином и посмотрела все внимательно внутри горшка на корни корни все были живые хорошие все прекрасно оставила ее так на следующий день смотрю все ранка затянулась она сухенькая все красиво но буквально еще через день я обратила внимание что нижний лист в растении начал желтеть причем желтеть неправильным способом не так как стареет листик а он начал желтеть от шейки я поняла что как бы не все хорошо посмотрела на корни действительно появился гнилой корешок вытащила растение пересадила и вот так как я всегда делаю сняла желтый лист под ним оказалась небольшая небольшая гниль я ее опять обработала обработала и хлоргексидином и пересадила после пересадки буквально через пару дней началась массовая гниль буквально сразу на утро я обнаружила несколько листьев начали желтеть корни буквально пропадали на глазах они либо всыхали либо делались как желе это было похоже на то как если бы они замерзли но замерзли они не могли так как стояли далеко от окна никаких сквозняков никаких переливов ничего не было не до начала всей этой патологии не во время то есть это было похоже как для меня как на автоиммунное заболевание когда начинают происходить процессы просто уничтожение растения я опять достала эту орхидею убрала все листья которые начали желтеть там обнаружилось гниль было уже достаточно много буквально в считанные дни много гнилых корней все обрезала обработала зеленкой корни шейку зачистила там где была гнильца я все убрала и обработала сперва хлоргексидином сверху покрыла фукорцином обычный препарат для обработки различных гнойных ранок я все это обработала пукорцином аптечный препарат копеечный после этого я ее пересадила в такую посадку что здесь у меня находится керамзит крупные куски коры древесный уголь несколько кусочков и поначалу было небольшое количество мха сфагнума его количество увеличилось по мере роста корней я оставила те корни которые были сухие засохшие все оставила я ее посадила залила раствором 1 таблетка янтарной кислоты на литр воды и туда же добавила корневин там я не помню сколько добавляла по инструкции вот я ее так замочила потом намочила пальцем буквально шейку и намазала ее опять-таки корневином вот так она у меня стояла тургор держала но пропадали просто максимально пропадали коры корни просто отлетали я поняла что это необратимый процесс корни будут уходить задача была нарастить новое и тогда я что сделала полила удобрением для орхидеи которое предназначалось для того чтобы орхидея цвела подольше там были это биопрепарат который содержит в себе цитокинины но не химического происхождения а биологического содержит массу микроорганизмов укрепляющих веществ и они направлены на именно поддержку цветения вроде как сюда не имеет какого отношения я решила попробовать и вы знаете меня поразило после этого буквально дня через три стали пробиваться три корешка я очень обрадовалась решила сфотографировать как это происходило на этой фотографии видно как в два этапа растут молодые корни стволик побеленный корневином и снизу рогатка из старых засушенных корней и в это же время у меня набухла почка на отцветшем цветоносе цветоноски все равно оставила несмотря на то что началось разрушение орхидеи у меня набухла почка с этой почки полезла детка в момент когда полезла детка сразу стремительно орхидея стал терять свой тургор листья стали похожими на ушки спаниеля они висели они вот такие несчастные до того орхидея растила новый листочек этот листочек вот такой неполноценный маленький то есть сил не хватало и я продолжила ее удобрять получаться удобрять поддерживать тем же самым раствором вот этого удобрения биоудобрения через пару недель я опять ее пролила то есть я проливала несмотря на то что здесь была раньше гниль я все равно проливала горшочек и еще надо сказать ежедневно я обрызгала листья по несколько раз в день из мелкого кульверизатора я покажу как я это делала вот так я делаю несколько раз в день он стоит рядом с орхидеей подошла брызгала вот что дальше корни стали вот после именно этого препарата возможно это совхадение возможно сыграло основное весна корни стали очень быстро хорошо расти вот видите вот это молодой уже корешок и у меня получается штук шесть и росла детка не ничего уже больше не гнило нет вот корни только не сахали сахали старые новые прекрасно росли старые отходили и новые они конечно толстые красивые но они не похожи на те корни с которыми я купила с теми перекормленными монстрами дигантами дальше произошло приятное событие детка буквально через какое-то время стала растить корешок вот как это выглядело это было буквально пару недель назад обратите внимание как выглядят здесь листья пока не появился корешок насколько они вялые насколько у них плохой тургор этот корешок дал ей возможность питаться за счет еще и влаги вот который я брызгал и стал восстанавливаться только листья стали более упругими пошел новый листик вот растет еще один листик орхидея тянется к жизни вот эти уже вот такие тверденькие они не до конца восстановлены но по сравнению с тем что была выжатая кряпка это уже очень хорошо и теперь эта детка у меня еще вот набухла одна точечка будет растить новый корешочек и вот тут вот я уже вижу что будет новый листик и хочу сказать что вот такие изменения все произошли за три месяца учитывая что она так стремительно пропадала так стремительно пропадала я считаю это хороший быстрый темп я добавила еще поверху мха уже когда эти корни подросли и окрепли я добавила плотный достаточно слой и очень хорошо увлажняю поверху то есть купаю я где-то раз в неделю ее и добавляю иногда тут препарат иногда янтарную кислоту раз в неделю и достаточно очень быстро сохнет правда не так как если бы это была плотная посадка поэтому сверху я еще брызгаю просто водичкой по углу и брызгаю еще раз повторю по листьям надеюсь этот опыт поможет кому-то тоже спасти свои цветы лучше не сталкиваться с реанимацией но к сожалению иногда это случается не по нашей я желаю вам здоровых орхидей здоровыми корнями всего вам доброго подписывайтесь на мой канал пишите комментарии ставьте лайки пока пока